Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вашему вниманию омолаживающую корейскую методику. Это традиционный курс для поддержания молодости и красоты кожи лица в домашних условиях, которые многие поколения корейских женщин используют в повседневной жизни. Традиция ухода за кожей лица в Корее очень древней. Известно, что корейские женщины – обладательницы нежной, бархатистой кожи, молодость которой они сохраняют долгие годы. Омолаживающий курс процедур рассчитан на три дня. Основан он на чудодейственных свойствах риса, так как рис обладает уникальным химическим составом. Он смягчает, отбеливает, омолаживает кожу, оказывает противовоспалительное действие, борется с сухостью, делает кожу упругой и подтянутой. Срезца на основе риса особенно полезны для увядающей и воспаленной кожи, которая требует особого и бережного ухода. Подробнее о свойствах риса в текстовой версии видео в моем блоге. Ссылка в описании. Итак, для проведения курса необходимо выбрать непропаренный рис хорошего качества. Особенностью проведения курса является то, что после каждой процедуры нужно умываться рисовой водой. Поэтому сначала готовим рисовую воду. Я взяла стакан риса и немного его промыла холодной водой. Тщательно вымывать не нужно. Теперь заливаю четырьмя стаканами холодной чистой воды. И вот сейчас буду тщательно его промывать и растирать. Перемешиваю и оставляю в таком состоянии на 30 минут. Прошло 30 минут. Водичка настоялась. Еще раз ее перемешиваю. Посмотрите, какой концентрированный такой вот настой получился молочного цвета приятный. Теперь я ее процежу. И она будет полностью готова для умывания. Первая маска имеет тройной эффект. Это легкий пилинг, очищение пор и отбеливание кожи. Для приготовления потребуется 2 столовые ложки рисовой муки. Рис можно перемолоть с помощью кофемолки. А можно купить практически в любом супермаркете готовый продукт. Также потребуется сок одного лимона и 1 столовая ложка меда. Мед должен быть теплым. Итак, смешиваю все компоненты. Мука, сок, мед. Смешиваю до однородности. Все компоненты легко и быстро смешались. Вот такая вот приятная масочка получилась. Она очень приятно пахнет и медом, и лимоном. Наносить на лицо, на шею, на зону декольте. Подержать маску 10 минут. Затем сделать легкий пилинг-массаж. И оставить маску на лице еще на 5 минут. После смыть теплой водой. Высушить кожу салфеткой или полотенцем. Затем умыться рисовой водой и дать коже просохнуть, не вытирая ее. Для маски потребуется 1 столовая ложка рисовой муки. Половина столовой ложки сока черной редьки. Я натерла редьку на мелкой терке и отжала сок. Можно, конечно, вместе с мякотью использовать. Делайте, как вам больше нравится. 1 столовая ложка жирной сметаны, 1 столовая ложка творога и пол чайной ложки оливкового масла. Смешиваю все ингредиенты. Смешиваю все ингредиенты. Сметана. Творог. оливковое масло буду все тщательно смешивать до однородности все ингредиенты смешались до однородности вот такая пастообразная масса получилась готовую маску нанести на лицо шею зону декольте и оставить на 20 минут смыть теплой водой высушить кожу салфеткой или полотенцем умыться рисовой водой и не вытираться для маски потребуется 1 столовая ложка рисовой муки 1 столовая ложка сметаны 1 чайная ложка меда и 1 чайная ложка миндального масла если нет масла миндального можно заменить его оливковым итак смешиваю все ингредиенты смешиваю до однородности маска готова посмотрите вот такая вот эластичная приятная масса получилась наносить маску на лицо шею зону декольте держать 20 минут смыть теплой водой осушить кожу салфеткой или полотенцем и умыться рисовой водой не вытираться вот такой несложный комплекс омолаживающих домашних процедур может поддержать молодость и красоту вашей кожи проводить его нужно два раза в месяц попробуйте это несложно но очень эффективно а я желаю вам всего только самого доброго будьте здоровы красивы спасибо что были со пока